Министр, по большому счету, обратился к нам и правильно сделал, потому что мы с вами формируем бюджет и будет обновление техники или не будет, зависит от нас. Будет развиваться миллиардация, это тоже зависит от нас. Введем мы все в оборот, брошенные только лишь в посевных площадях 38 миллионов гектар или не введем, это тоже зависит от нас. Будем производить мы молоко достаточно для того, чтобы обеспечить страной или будем держать опять вот эту липовую статистику и говорить о том, что мы чего-то там когда-то к 2020 году сообразим. Не сообразим, поскольку нет средств ни у крестьян, ни в бюджете. Поэтому здесь вот эти самые емкие вопросы требуют отдельного подхода. Введение земли. Мы без отдельного ФЦП. Не можем ввести эту землю без отдельного финансирования. Вспомните ли, но речь идет почти о таких же сопоставимых гектарах. Разбазарить? Разбазарили. Это преступное дело. Весь сегодня 2,5 миллиарда человек голодает. А мы вот так походе за эти 26 лет, вдумайтесь, 637 миллионов до 380 земли сельхозназначения оставили. И дальше процесс не остановлен. Уважаемые товарищи, социальное развитие села. Три цифры назову. 2800 мест в школе за год и перевыполнение плана. Слушайте, это три школы приличных на всю Россию. 146 фельдшерских пунктов. Я сегодня показывал таблицы, когда по 25 тысяч уничтожались дошкольные учреждения, значит, школы по 25 тысяч за эти 20 лет. А мы 146 и перевыполняем индикаторы, главное. Требуется, конечно, безусловно, обязательно пересмотры этих ФЦП. Поскольку без кадрового обновления, без развития деревни, 94 тысячи сегодня деревень не газифицировано. Ну и так далее, можно продолжать. Личное подсобное фермерское хозяйство. Мы обязаны заполнять эту нишу всеми силами, всеми возможностями. Потому что будут эти направления развиваться, будет деревня, будем беречь нашу Россию большую. Значит, кооперация. Не случайно снова говорил президент в послании о кооперации. Нам не надо созерцать эту тему. А надо все делать для того, чтобы распространить, допустим, опыт Воронежской области, район Анинский. Все сохранили. Даже в лесных деревнях все есть. Переработка. Вы посмотрите, мы все завозим сегодня, включая нежавейку, а в переработке 99% нежавейки. Завозим все из-за рубежа. Разве это не общая задача, в том числе металлургии, правительство в целом. Но ведь мы только логистики, переработки на Дальнем Востоке по рыбе не имеем на 1 миллион тонн. Реши эту проблему, совершенно другая ситуация. Зерно. Сырьем вывозим. Хорошие деньги, не спорим. Высокотехнологический продукт, зерно, как и мясо и молоко. Но это все-таки сырье. Оно требует передела. И тогда другой достаток. И тогда другие рабочие места и так далее. Формы хозяйствования. Мы поддержим все формы хозяйства. Но народные предприятия. Давайте другая. Там другой уровень рентабельности. Закон о торговле. Бьется, стучится в дверь. 50% розницы должен оцениваться тут труд крестьянина. А не на уровне 10-12 или даже поддельным видом 30. Хочу еще раз сказать. Фракция Компартии Российской Федерации всегда поддерживала село. Мы убеждены, что как и в оборонке, как и в наших вооруженных силах, сумев дать средства, мы вывели эту отрасль на серьезные потенциалы. Так и здесь. Начать надо хотя бы с триллиона рублей выделять на сельское хозяйство. Будет техника, будет обновление, будут городки деревенские. Тогда мы и дикоросы 7 миллионов эксплуатационных валютного товара тоже заберем сюда в сельскую кооперацию. В целом, еще раз хочу поблагодарить министра и его команду. Появилась команда в министерстве, появился хозяин. Давайте помогать нашему сельскому хозяйству. Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!